Всем привет! Сегодня матчей нет вообще никаких, блядь. Вот, а завтра у нас 4 матча нашей РПЛ, на которые мы поднимаем дохуище бабла. Ой, блядь, золотоносная жила под названием РПЛ. Уже британцы говорят, блядь, блядь, надо смотреть РПЛ, там бабла дохуя. Вот, ну, завтра 4 матча, да, но прогноз я сегодня дам на один из них. Там матч ЦСКА и УФА, да? Ну, ЦСКА проиграл в дерби, да, состояние хуёвое, Олеч мудак, Орешкин мудак, государственная машина заработала, блядь, ЦСКА. Ну, пиздец, блядь, бедные кони, как я вам сочувствую, это же пиздец, Орешкин. Ну, я хочу Олеча, а потом я свою жену хочу на пост главного тренера. Федун же может зарему назначать. Эх, ой, ёпты. Короче, ЦСКА в хуёвом состоянии, но команда там вполне нормальная. УФА уже сейчас борется за то, чтобы не отсосать хуйца ФНЛ. Там борется с ротором. Пока УФА на 2 очка опережает ротор, ну, ротор вообще пиздец, полный. Вот. И думаю, УФА будет переходных матчей играть. Сразу говорю свой прогноз и ставку. Это чистая победа ЦСКА за коэффициент 1,6. Я считаю, что ЦСКА в этом матче выиграет. Все разговоры о том, что ЦСКА должна сдать УФЕ, потому что УФЕ надо. Всё это хуйня, парни. Хуйня. Тем более для УЛЧ. УЛЧ вообще до пизды, кто кому там должен сдавать. Тем более УФА ему насцарать на это. УФА сейчас играет уже не в автобус. Я думаю, 2-3 мяча ЦСКА должны обыграть. Именно в такие моменты обычно ЦСКА выиграют. Сейчас ЦСКА на 6-м месте, да. Вот. Но одной победой они могут сразу выйти, так сказать, Еврокубки. На 4-е место, обыграв Рубину, условно говоря, да. Вот. Поэтому, конечно, ЦСКА будет играть на победу. Никаких там, блядь, мы сдадим УФЕ, блядь, хуйня полная. Да и по игре ЦСКА точно не хуже. И на мой взгляд, нормальная ставка это именно победа. Вот. Как вариант, кто хочет усилиться, усилиться, может взять просто фору ЦСКА минус 1. Там коэффициент, по-моему, больше двойки. Вот. Я считаю, это очень хороший коэффициент. ЦСКА играет дома. Сыграет с нищим. Мы не должны выиграть. Вот такой мой прогноз. И моя ставка на матч ЦСКА у УФА. Пожелаем ЦСКА удачи. Вот. И надеюсь, блядь, там, нового Ахметова судьи не удалять. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok